А вы помните историю Маруси? Кошечку, которую подкармливали в кафе. Но уже давно кошечка ела очень плохо, потому что у нее болели десна. Ей в кафе наливали молока, но все равно кошка худела и была совершенно невесомая. Получать необходимую еду у нее не получалось. Одним молоком напиться было невозможно. Ну? Че скажешь, пойдем? Забрали, привезли в ветклинику и сразу же к хирургу. Видишь? Елки-пай. Ну, теперь, видишь, вот тут одна сторона, теперь вторая сторона, вот теперь вот так сидя, видишь? Угу. Даже этот корок придется убирать. Угу. Сгнившие зубки удалили. Продержали ее необходимое время в стационаре. Потом нужно было подождать еще месяц, чтобы еще раз поудалять все корни. В этот момент Маруська вернулась на свое привычное место, в свою любимую полюгу. Через месяц красотку изловили и опять привезли к врачу. Мягенькая такая. Мягкая? Ну, да. Девочка. Девочка? Да, видишь, у нас они только встались. Больно еще. Больно. Так, мне не нравится вот этот вот кусочек. Вот нам оставили этот дожевать, чтобы потом посмотреть, нет ли там корней. Все-таки, наверное, корни есть, да? Да, да, вот это мне не нравится. И вот, видишь, сверху здесь, и там с той стороны тоже. Мне кажется, красная, да, очень много осталось. Ну, знаете, по сравнению с тем, что было, это, конечно, шикардос. Но вот и с этой стороны есть, и с той наверху, вот, видишь? Да. Такая озирается, смотрится. Это что, мой домик? Новый домик на какое-то время. Оставшиеся корни удалили, и в стационаре она проявляла очень болтательный характер. Меня даже пару раз спрашивали, когда я заберу эту болтушку. После стационара забрали, держали еще какое-то время. На передержке она была у Лены. Подкармливали, чтобы вес хороший набрать. И постоянно откладывали. То погода не дает ее вывести обратно, то еще что-либо. В итоге на Марусю появились ручки. И Маруся так и осталась дожидаться у Лены своей отправки домой. А это крошка скумбрия. У нее так и не появилось собственное видео. Мне не хватило времени его сделать. Она появилась у Лены в подъезде. Холодным вечером. Жалко было малышку. Лена ее забрала. Сейчас люди вокруг такие, что не знаешь, чего от них ждать. Поэтому страшно было, что кто-нибудь малышку просто выставит с подъезда на мороз. Котенок-подросток. Ну куда ее на морозы? Думали, что может сама выгул, может потерялась, что надо поискать хозяев. Выставляли объявление, искали, но безрезультатно. Мне надо было с Джемом к врачу. И мы взяли скумбрию заодно посмотреть, что у нее со здоровьем. Прям позируешь специально. Тигреныш. Может, это тигра тогда, а не скумбрия? Ты тигрика или скумбрия? Тигра. Эй, ты что такая маленькая? Джема, ты видел? Там девочка. Наверное. По морде кажется, что девочка. У нас у Лены свой способ. Он с по морде определяет. Посмотри, она на тебя смотрит. Ну-ка. Ее надо как-то назвать. Она немножко похожа на шкурочку. Нести это? Нести это. Товарищи. А посмотри, зубы. Зубки еще хорошие. Нет, в смысле, сколько? Молодое. 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 И даже очень. Может быть, даже нету зубов. Дело в том, что я в этот день купила ошалелого шпротика маленького, который бегал около вот этого тамада или что-то. Она на улицу может бегать может быть. Она на корм набросилась. А может? Как-то не по-русски написано. Скумбрия тогда очень серьезно встряла. Честно. Получилось, что мы такое ТО провели. Проверили все. Буду прям просит. Не беременны. Возраст у нее был такой, что вполне возможно могла загулять и за это могли выкинуть. Но вроде бы признаков того, что мяукает, что у кошки течка не было. Куда привозишь? Там охаршу. Все? Ты шикарная. Ты попила воды, отодвигать все? Можно убирать, да? Официант, уберите, пожалуйста. Пошка-пай. Пошка-пай. Все-таки пришлось спускаться вниз, смотреть на датчиках, нет ли жидкости в животе. С этим, в принципе, справляются все в клинике. Это не прям супер УЗИ было, но посмотреть, есть ли жидкость в животе или ее нет, мы смогли. Что, в принципе, и делаем. Дитё очень классное и контактное. Но это ж надо кровь взяли. Рентген сделали. УЗИ сделали. Что еще? По-хорошему, если бы мы обнаружили жидкость в животе, то мы бы еще кое-где ковырялись. Хорошо, не понадобилось. Жидкости в животе нет. Все нормально. Живот большой. Ну, значит, нехорошие пузожители. Ох, какие они были нехорошие. Мы ее обработали силафортом. И я на следующий день приехала к Лене. Смотрю в лоток, а там макароны. Зачем кошек макаронами покормила? Я не кормила. Вы не поверите, они были настолько ужасные. Их было много. Я такого не видела никогда. Почему-то шпротную ласковую красоту не замечали. Леса рук на нее не было. Но ничего страшного, она должна была дождаться именно свою мамочку. И, в общем-то, она ее дождалась. Началась подготовка документов. Чипирование, прививки, так как девчонки должны были ехать далеко. Давай. А, дырак туда. Дырак, дырак. Да, скуши. Машина подпевет. Угу. Машинцы. Да, девчули уехали очень далеко. Уехали в Германию. И для перевозчика требовалось видеоисчитывание чипа. Делаем для них видео. Осталось дождаться дня Икс, и можно было выдвигаться в дорогу. Вначале девчонки должны были приехать в Москву. Это мы в такси, в пути к первой машине, которая повезет девочек в столицу. Да, всяческий выход из дома для кошечек очень волнительно. Но главное, что едут домой в счастливую жизнь. В этот раз попробовала в переездку одеть ошейники успокаивающие. Не впечатлилось. Мне кажется, что не сильно они и подействовали. Здесь дожидаемся нашей первой машины, и можно будет стартовать в Москву. А скумбрияшу и не видно. У нее нет такой щелочки удобной. Скумбрия-то где? А, ты вот она? Девчонки. Паруся. Мы, конечно, готовились долго. Все обговаривали, узнавали про перевозчиков. Ведь у меня мимишка уезжала совсем по-другому. А это уже именно услуга перевозки домашних животных. Добрый день всем. Вот наши ребята. Погулялись, убрались. Классочки наши. Ну что, была у нас небольшая остановочка, проверочка. Так, по поводу ГИА. ГИА у нас получила игрушечку. Тут не могут поделить ее. Играются. И вопрос по температуре. Нет, температура в кузове прохладная, удобная, комфортная для ребят. Да, ребята? Все хорошо у нас? Добрый вечер всем. Небольшое видео. У нас появились. Как у нас дела? Паратики. Маруся с полумень. Ну что, ну что? Ну что, доброе утро всем. Наши ребятки. Проснулись. Ну и долгожданная встреча. Юле очень хотелось сразу два кошачьих хвостика. И эта цель достигнута. Да. Да, Глаша, ты такая разговорчивая. Вот так будешь делать? Ну и правильно. Нечего тут, скажи, долго привыкать. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Сейчас мы снимем вам эти ошейники. Наверное, они уже больше не нужны. Все хорошо, да. Остальные там дальше поехали, да. Как селедки в бочке. Все лают, все мяукают, бедолазочки. Ты моя хорошая, да. Что у нас там? Маруся обследует домик. Водичка, да. В общем, все нормально у нас. Вот мы уже и туалетик нашли. Вот так вот кардинально поменялась жизнь Глаши с Кумбрией и кошечки Маруси из кофейни. Теперь это домашние счастливые девчонки. А в новый дом переехали не только Маруся и Глаша, но и сама Юля. У нее сейчас переезд, поэтому все в коробках. И обживаться будут они втроем. Мама Юля и ее хвостатые девчонки. Я всегда очень стараюсь разговаривать с людьми побольше, чтобы попытаться как можно лучше подобрать питомца, который именно подойдет. Ведь у всех своя любовь. Кто-то любит липучек, кто-то любит самодостаточных, которые подходят очень редко. Тут было немножко посложнее. Маруся 100% ехала. Вся поездка была из-за нее. Надо было подобрать кого-то, с кем Маруся не конфликтует. Для Юли очень важно было, чтобы хоть одна кошечка оказалась ласковая. Маруся у нас не проявляла супер ласковость. Она старалась держаться в сторонке. А вот Глашеньке внимание очень нравилось. Хотя, по-моему, сейчас девчонки ласковые и одна, и другая. Они очень хорошо подошли друг к другу. И кажется, что они всегда жили у Юли. То, что они переехали с одной передержки, оказалось огромным плюсом. А вон там завидует Маруся. Она тоже играет, но у нее свои игреща. Она любит носиться из конца в конец по комнатам. Да. У каждого свои развлечения. А еще оказалось, что когда вас двое, намного проще привыкать к новой жизни. Вдвоем как-то веселее. Есть с кем пообщаться. Кому рассказать про свое житье-бытье. Немножко поскандалить. Но это их кошачьи повадки. Надо же немножко и марку держать. Все-таки кошки. Но девчонки очень хорошо относятся друг к другу. И их игрища совершенно не несут никакой агрессии. Да. Немножко потолкаются. Лапками помашут. И успокаиваются. Маруся любитель всяких потаенных мест. Глаша любит больше простора. Хотя, конечно, кто откажется от мягкой перины? Да никто, конечно. Вот так можно теперь спать. Пузенькой кверху. Все у девчонок сложилось просто замечательно. И я за них очень-очень рада. Наверное, теперь все больше буду предлагать. Забирать котиков в компании. Потому что им намного комфортнее и удобно вдвоем. Если у вас только один котик или кошечка, присматриваетесь. Посмотрите, как здорово, когда у них есть друг и компаньон. Я, конечно, постараюсь помочь выбрать этого компаньона, если у вас котик уже есть. Ну, или подобрать вам хорошую парочку для веселых времяпровождений. Как видите, переезды в другие города возможны. И даже очень отдаленные уголки. Все переезды, конечно, надо тщательно обсуждать. У меня небольшой опыт отправок. Девочки ехали с перевозчиками. Мимиша до этого ехала, так сказать, доставкой. Ее Лена отвозила к Лиле. Стрессово-неустойчивая Мимиша не перенесла бы такую дорогу, которую проделали девчонки. Хоть дорога у девочек и показалась, но для меня так точно, очень длинной, но они чувствуют себя замечательно и очень хорошо влились в свой новый дом и комфортно себя чувствуют. И даже нашли друг друга, так сказать. Круто, когда у тебя есть дом и есть мама. Огромное спасибо Юле за дом для этих очаровательных девочек. А, кстати, как поживает Мимиша? У нее тоже все замечательно. Она постоянно присылает приветы из дома. Ну, не совсем Мимиша. Мама Лиля всегда присылает приветики от этой сладкой булочки. Что, Мимиш? Отвратительная погода, да? Скажи, такого мы еще не видели. Как стена, да стереот. Миша! Тихий час. Идем, идем. Спи. Спи, моя кроха. Прости, что я вас разбудила. И так сладко спали. Тепло, да? Солнышко греет. Да вы, мои сладкие. Девчонок шок. У нас вывезет мусор. Что там происходит? Миша, что там происходит? Шумный. Гамный, да? Скажи, вообще. Кошмар. И Мишка донимает Мильку. Она ей упирается лапками в спину. А Милька делает вид, что ее нет. Да, Миль? Малая надоела. Милкая. А? Думаю, маленькую. Для Мили она не существует. Мадам, вы не боитесь? Страх потерялись. Все. Миле надоело. Вот просто нужно ввести запрет на такую ноту. Камера не передает эту марташку. Опять эту марташку. Опять эту марташку. Опять эту марташку. Опять эту марташку. Ку-ку. Ты Миша? Да. Ты моя радость. Замучила я тебя уже, да? Обнимашками, поцелуями. Скажи, как я уже устала. Я не могу. У меня руки чешутся. Я не могу. Чтобы она лежала рядом, я ее не трогала. Детка моя. Думаю, вам наверняка понравилось это видео, поэтому поставьте лайк под ним. Оставьте комментарий, а можно несколько, чтобы это видео увидели как можно больше людей и тоже порадовались за счастливых хвостатых девчонок. Спасибо.